Кали над тобой кулись, я сильно закаляю, потому что, ну, ты разумеешь, что к рыху что-нибудь не так, к рыху там траектория изменится, рикошеты, я ки-опа, и... Один раз в окопе я прочнулся от пятой ранницы из-за того, что побач с моим плечом в стенку окопа куля прилетела. Я прочнулся от пятой ранницы от свиста, не зрозумев, что отбылось, я гляджу, а тут у клеемки дзирка. Беларусь! 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 Спочатку выходил на протест супер-интеграции из России, это конец 19-го, начале 2020 года. Потом уже я вошел в склады молодого фронта, начали с Денисом Урбановичем, и потом допомагал, когда я еще ладился праймерис, допомагал Павлу Сверинцу, я был в складе иной команды. Живи, Беларусь! Живи! Коли я начал активно заниматься политикой, я подписался в Телеграме как Оскар. Для меня значение это имя не несет, мне просто подобается как само имя. И мне все видели, как Оскар, я до этого прозвучаюсь. И так само в Киеве, кто активистской деятельностью занимался, так само меня видели, как Оскар. Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! До недавних пор я был ПЗРКшником, оператором ПЗРК, стингеры и иглы. И сейчас, на данный момент, я находлюсь в подразделе ПТРК, супертанковый оружие, разные пусковые установки и так далее. И сейчас мы, наверное, работаем своим различиям с СПГ-9, противотанковый гранатомет, и ПТРК «Милан». Нам дается вызначенная задача, чтобы уничтожить там какой-нибудь спостерегальный пункт ворога, або, я не знаю, уничтожить скопление их пехоты или что-нибудь такое, и мы уже для этого используем свою оружие. Мы тогда работали над запарижским напрямком, и я тогда был в складе группы ПТРК, мы выдвинулись на работу, мы работали разом со своими побратимами, разом со смежниками украинцами. И задачи у нас не все пошло так ладно, как плановалось, и после 10 минут того, как мы выставилися на позиции, у нас бок начался шквальный огонь. Ну, они стреляли на уровне торса, мы за 10-15 минут уже больше-менш некие невеличкие окопчики поспели павыкапывать, и, типа, у них сядели, чекали. Команды. Головное это не поддаваться панике, потому что, ну, треба разумеять, что усим страшно, и, ну, просто нельзя давать этому страху, пермахчись обе, и какую-нибудь дурноту нарабить. Треба завсюду оставаться с холодным розумом, потому что ты разумеешь, что по тебе стреляют, но ты повинешь и разумеять, что, ну, нельзя нарабить глупства каких-нибудь, как бы тебе там подстрелить, и кого-нибудь еще, и как, ну, типа, это была твоя вина, табак, просто, ну, заховывай холодный разум и чекай команду. Разумение того, что, ну, ты сюда пришел с ней каймэта, и ты повинен ее выканать. Табак, ну, хочешь не хочешь, ну, блин, это война, и, типа, ну, тут можно загинуть в любой момент, таму, ну, ну, калі там под табе шо-небудь пачне стреляць и прилетаць, то до этого треба вдовочная загадя рихтовацца, таму, что, ну, в любом выпадку, калі-небудь гэта може здарыцца, особисто с тымі, хто входяць постоянно на бойовые выезды. Я разумею, што, ну, это война, тут постоянно хто-небудь помірае, и рано-те поздно я таксам могу загинуть, просто я ведаю, што, за што я змагаюся, и за што я готов загинуть, и за што я готовы забивать. Я николі сабе датта такіх, вось, не ставлю, што, вось, наприклад, война, оборозкова повинна скончацца, там, наприклад, прозвати шо-небудь такое. Хотя в самом початку я думал, што война недолго буде тримаць, ну, істі, такая актывная фаза, таму, што я, шкажу, я тады думал, што она просто спыняцца на тым, шо уже захапілі, і, типа, все, але ж, і они, скажем так, галавой невельмі любять думаць, і таму зараз їх громенныя страты, і зараз, ну, яны не могут нічого нормальна супредпаставіць, сучаснай армію, якая доброузбройна. Основний напрямок, правіся, 0-10. Калі б у мене спыталі тады, што б, я думал, што б адбылося праз год, я б, ну, декладно не разлічу, што ўсё настолькі добра для нас складецца, таму, што я тады меркаваў, што, ладна, с Киева мы их 100% выбьем, але я думал, што яны захопять палову ўсходній Украины, ўсходній часткі Украины, і шо, яны, ну, там, будуть спробоваць, так званые, те, народные республіки ствараць. Але ж, ну, як мы бачым, ўсё не так добра пайшло для іх, і я думаю, гэтым ўсё не скончыцца. Далей нас чакая ўся Данецка, Луганская область, Сапорожцкая, і Крым. На окраинах месах, гді приватныя секторы, там намагаўцца прасунуцца, так сказаць, максимальна импульсивна, табу, туды пастаянны, ўны намагаўцца пратіснуцца, ўх адбіваюцца, але, ну, мясо ўх пакуль што хапай, ўны тупа туды закидываюць мясо. Спрабывалі недавна ўсяць ўклешчы Бахмута, захапівшы трасы з Константыновкі да Бахмута. Каб не было пастачэнь на бэкад на Бахмута, але паспяхова ўх адкінули ад гэтых основных трас. Бахмут трамацца, я думаю, Бахмут буде трамацца і далі, і навад ўені паспеўцца захапіцца, калі пачнецца контрнаступальна ідея. І я там був, там літні кожны дзень ў центр прилятала, ну, там пастаянна, як мінімум, калі не прилєтві, то чітна дзіці на окраинах стрельба, ну, карацій ты пастаянна чуеш, шо там нешто отбуваць, там ідуть боі. Самая патешна, это калі я на черговай праце ПЗРК, знаходящася на пазіце, ну, мы спастерігаўся пабратімам, і мне праспічала, ну, памаленькій патрэбе. Я вишел з окопа, прайшел 10 метров 5 і просто над головой був-був-був-був-був, простріла ад БМП. Плюгнувся і назад ў окопа, скокнув. Так, набуз і прасадзем там пакулі, чакав, калі скончыцца. Каб вайна скончылся, патрэбна, каб російські оккупаційныя войскі вишлі з тэріторію Україні за межі 91-го году. А па другое, прементывна знішчыць Путіна як агресора, як діктатора, тому, што, калі не зарабіць гэта, то, бляць, в любому патку, і не знову паспробуюць напась на кого-ніабудь, там, може не на Україну, може акупуюць Беларусьці, грузію знову папробуюць, там, полторыць цына з осет і і так далі. Ну, в любому патку, це імперія, і не може без війни, їй патрэбна абарасково шо-нібудь завоєваць, каб просто падвішаць свой статус. Же Беларусь! Же Беларусь відовочна, хто ліче сябі потрібні тут, хто готовий змагацься, хто, ну, розумеє, що може витримаць різні тяжкі психічні і фізичні умови, то, ну, калі ласка долучайтеся тому, што, ну, вас тут в бідзі не кінуць, тільки о вас позабоціться і і так далі. Я, пев Богу, лі, не уявляв сябі ў якій-нібудь військовій спеціальносі, тобі для мене це було чуждо, але, типу, я розумів, що рано чи поздно, ну, приїзся, так сказати, за зброю в руках змагацься за волю. Ну і, скажем так, те, що зараз відбувається в Україні, це добре сприяє тому, каб мы в будучі не змаглі визволіть Беларусь. Же Беларусь! Ва Україні!